Девочки, всем привет! Сегодня я к вам с новым видео. В сегодняшнем видео я хочу поговорить на тему тональных основ, бибик кремов, чего-то легкого, более натурального как раз таки на лето. Поэтому, если вам интересна моя подборка 5 лучших тональных основ, назовем их одним словом, тональные основы, на лето, на более теплое время года, то оставайтесь со мной. Если вы впервые попали на мой канал, еще раз здравствуйте! Меня зовут Анастасия. Сегодня мы встречаемся 3 раза в неделю, делаем макияж, говорим про косметику, обсуждаем все, что связано с косметическими тематиками. Если это то, что может интересовать вас, присоединяйтесь, ну а мы, как всегда, без долгих разговоров начинаем. Поехали! Давайте начинать с наименее плотного и далее по нарастающей будет самый плотный, но не самый плотный в плане покрытия. То есть здесь не будет 100% чего-то очень плотного, очень матового, но более все-таки кроющий тональный продукт, тональные средства, которые я вам покажу. Но, как я вам сказала, для начала давайте что-то совсем натуральное и совсем легкое. Под эту категорию как раз подходит тональная основа от производителя Белита из линейки Pro Luxury. У меня это 0, первый оттенок, тон фарфоровый. Вот оттенок, я думаю, не имеет особой разницы, но в принципе, я, кстати, буду показывать вам вставки, завтра сниму, как все это смотрится на лице, но в принципе, если для вас имеет значение оттенок, то фарфоровый 0, первый оттенок очень светлый, с явным, таким немножко более розоватым потоном, поэтому белокожим, светлокожим девушкам подойдет. Здесь достаточно минимальная кроющая способность, если его наносить кистью, то можно получить что-то стремящееся к более среднему покрытию, но однозначно дальше среднего вы никуда с этим тональным кремом в плане кроющей способности не уйдете. Это, опять-таки, его плюс, это очень легкое средство, которое замаскирует совсем небольшие несовершенства, замаскирует скорее общий тон лица, если есть покраснения небольшие на лице, небольшие маленькие прыщики, все это сравняется. Будет смотреться ровнее, но, опять-таки, все веснушки, все что-то, какие-то розинки, все, что есть на лице, более такое ярко выраженное, этот тон не скроет, и все это будет очень красиво, натурально как раз-таки просматриваться через кожу. Обожаю этот крем, обожаю эту тональную основу как раз-таки на лето, и да, входит в мои фавориты, потому что на лице не ощущается, не нуждается в припудривании. Что касается финиша, эта тональная основа имеет более натуральный финиш, я не могу его отнести ни к матовому, ни к сияющему, потому что здесь как раз-таки что-то посередине, дина моей сухой кожи смотрится абсолютно здорово, никуда не сходит, не стремится где-то слишком сильно блестеть, не нуждается в припудривании, поэтому 100% на лето очень классный и самый легкий из того, что у меня есть продукт. И все тональные основы я буду наносить с помощью одной и той же кисти, кисти кабуки от Vitex, естественно, очищая ее перед тем, как нанести новый тон, и также для того, чтобы было более понятно, как смотрится та или иная тональная основа, насколько в ней хорошая кровь и способность, насколько она более светящаяся, более матовая, все это я буду делать только на одной части лица, то есть буду наносить тональную основу только на одну половину лица, и вторую половину лица оставлять без какого-либо тона, также я не буду использовать праймер, и вы будете видеть разницу, как говорится, до и после, и сможете, возможно, что-то для себя подобрать. Дальше, девочки, следующий по своей легкости продукт уже от производителя Vitex из линейки All Day Long. Следующим образом выглядит эта тональная основа, это стойкий тональный крем Fluid, достаточно жидкий и текучий, чуть более густой, чем такое же средство у производителя. Ре Луи, кстати, который я вам покажу чуть-чуть попозже, здесь уже более светящийся финиш, и здесь чуть выше, круче способность, но, опять-таки, она невысокая, в том плане, что ничего не перекроется прям по максимуму, кожу можно будет просмотреть, но однозначно маскирует это средство лучше. Опять-таки, что касается финиша, финиш здесь более сияющий, более влажный. Для моей сухой кожи это прям самый любимый вариант. В течение дня на мне все более и более матово смотрится вот это средство, не окисляется. Очень светлый вот этот фарфоровый 91-й оттенок, опять-таки, настолько же светлый, как и у производителя Belita, они очень схожи по своим потонам. Единственное, что фарфоровый здесь, он более нейтральный и не такой, нет здесь слишком много чего-то розового, здесь тоже нет слишком много чего-то розового, но розовинка здесь просматривается гораздо лучше. Так, я вам сказала про кроющую способность, рассказала про то, как он смотрится на лице. И да, одни преимущества, одни плюсы, опять-таки, этот продукт на мне не окисляется. Я люблю его наносить спонжем, если мне хочется прям минимального покрытия, тогда смотрится эффектом, что ли, второй кожи, чем-то дышащим, чем-то очень и очень натуральным на лице. Поэтому для лета, мне кажется, еще одно классное, достойное белорусское бюджетное средство. Дальше, девочки, последний из белорусских продуктов, который я вам покажу и про который мы поговорим, это производители Релуи. И это еще один тональный крем-флюид из линейки Парадиса. Он самый жидкий и очень светящийся на лице, очень красиво смотрится на солнце. Это просто что-то с чем-то, если вы любите как раз-таки более влажное покрытие. По оттенку он мне сейчас подходит лучше всего. Если вы любите что-то более влажное, смотрящееся на коже. И опять-таки абсолютно легкое в плане ощущений на лице, но при этом имеющее кроющую способность. Потому что кроет Релуи Парадиса лучше, чем предыдущие два средства. Но дальше среднего здесь тоже никуда. Дальше средней кроющей способности здесь никуда уйти невозможно. Очень красивый сияющий финиш, очень красивый эффект на лице, эффект расфокусировки, разблюривания. Обожаю эту тональную основу, опять-таки она не окисляется. Вот этот второй оттенок, он однозначно, это у меня, кстати, тон под номером 02, я вам не сказала. Он имеет в себе явную желтинку, и я сейчас с автозагаром, сейчас он мне подходит идеально. Без автозагара прямо вообще видно, что желтит. Но на лето, опять-таки, я думаю, что многие естественным путем загорают. И второй тон будет очень красиво смотреться. Смотрите, насколько красиво. Вот у меня как бы мои венки все замаскировались, их не видно. Но в плане текстуры, опять-таки, все это можно будет просмотреть минимально на коже. То есть, если с ним не перебарщивать, если в три слоя не наносить, то смотрится абсолютно натурально. Не один раз я включала его в свои фавориты, потому что действительно очень красивый флюид. Чем-то мне напоминает мою тональную основу от Nars Radiance Foundation. Опять-таки, Nars гораздо более густой, гораздо более плотный. Вот если Nars разбавить с хорошим увлажняющим кремом, либо с хорошим увлажняющим праймером, то получится однозначный рилуи парадиса. Очень схожи, они красиво смотрятся на лице. И да, 100% летом буду с удовольствием пользоваться. Потому что еще один легкий в плане ощущений. Я не могу сказать, что он легкий, самый легкий в плане покрытия. Нет, однозначно здесь Belita самая легкая в плане покрытия. Но по своим ощущениям, один из самых легких продуктов. Абсолютно невесомый и очень-очень красивый для тех, кто уже любит. И чтобы кроще способность присутствовала, но при этом минимальное ощущение чего-то на лице. Следующее, что я вам покажу, это BB крем от производителя Misha. Называется он Blank. Perfect Blank BB SPF 50. Это Brightening. Это осветляющая. Осветляющая в хорошем плане. То есть она не сделает ваше лицо белым. Осветляющая тональная основа, осветляющая BB крем. У меня это номер 23. И хотя этот продукт заявлен как BB крем, я его отнесу все-таки к более полноценным тональным основам. Потому что здесь еще выше кроющая способность. Опять-таки она дальше среднего не уходит. Но она еще выше. И здесь более густая консистенция. 23-й оттенок у корейских средств имеет гораздо меньшую желтизну, чем у белорусских. Смотрите, здесь опять-таки желтый подтон, но не настолько ярко выражен. И, как я вам сказала, здесь отличная кроющая способность. Здесь в составе SPF Factor. Здесь SPF 50. Что касается ощущений на лице, он может немножко очущаться. Он может остаточную такую липкость оставлять. Но со временем не сразу, а где-то через час-через два она на мне начинает сходить. И остается красивый такой подсвеченный эффект. Плюс обожаю это средство за то, что здесь уже в составе есть SPF. SPF огромный фактор, SPF 50. И, кстати, что касается объема, это самое большое средство. Здесь 40 мл, но вы видите, что я так активно им пользуюсь. У меня уже намечается вот здесь мой расходник. Поэтому еще один красивый, если вы, опять-таки, любите что-то светящееся и чуть более кроющее, чуть более перекрывающее что-то на лице, то присмотритесь, потому что средство очень классное. Единственный не то чтобы недостаток, но момент, на который стоит обратить внимание, это то, что здесь есть одушка. Все остальное, что я вам показала, у белорусских средств одушка практически неуловимая. Она прям совсем легкая-легкая. Вот здесь у Витекс, у Рилуи и у Белиты вообще никаких ароматов я не ощущаю. У Миши одушка такая типичная, сладковатая корейская. И она очень ярко выраженная. Она никуда быстро не улетучивается. Поэтому, если в аллергии, то я бы все-таки порекомендовала присмотреться к чему-то другому. Здесь одушка очень-очень ярко уловимая. Так, девочки, и последнее средство, мое самое любимое, как раз-таки, на теплую весну и на лето. Мне очень нравится, как оно смотрится на лице. Это кушон от производителя Рей Рея. Здесь такая двоечка и кушон, и продукты для лица, для щек и для губ, два в одно. Следующим образом все это выглядит, если упаковку открыть. Красивые румяные-помады. Можно использовать и так, и так. И, что касается кушона, кушона либо кушона, все называют по-разному. Здесь самый сияющий из всех финишей, которые есть. Здесь прям совсем засияет все очень красиво. При этом засияет и забликует так, как нужно. Не каким-то растекшимся, чем-то жирным на лице все это будет смотреться. А вот именно холеным, таким красивым блеском. Потому что по стойкости продукт очень неплохой. Здесь абсолютно такая же кроющая способность, как и у BB крема от Миша. Они приблизительно в этом плане одинаковые. Я никакой большой разницы не вижу. Но в плане свечения, в плане подсвечивания кожи, однозначно, вот здесь самое большее подсвечивание. Самый наиболее ярко выраженный, влажный эффект на коже. Здесь, опять-таки, SPF Factor 50, насколько я помню. Да, SPF Factor 50. Покажу вам, как смотрится это средство на лице. Очень красиво. Кожу можно просмотреть. В крупной веснушке все это будет заметно. Но вот светоотражение, вот это вот такое свечение красивое. Ни одно другое средство мне такого свечения красивого не дает. Плюс, опять-таки, в сот раз повторюсь, здесь классная защита от солнца. Летом это один из наиболее важных показателей. Естественно, мне хочется, чтобы у моих тональных средств или BB крема была хотя бы легкая кроющая способность, чтобы можно было что-то на лице замаскировать. Все то, что я им сегодня показала, удовлетворяет на 100% полностью мои требования в плане тональных основ и BB кремов. Плюс вот эти два корейских здесь еще и плюсом идет таким бонусом SPF Factor. Поэтому, да, надеюсь, что вам это видео понравилось. Надеюсь, что вам понравилась моя подборка. Все это, кстати, достаточно бюджетные продукты. Самые бюджетные это вот эти два средства от Белит и от Витекс. И далее уже идут Парадиса и Миша и Рере. Они чуть более дорогие, но они никуда не уходят в какие-то заоблачные стоимости. Плюс, опять-таки, повторюсь, за счет того, что здесь продукт два в одном, можно сэкономить, если пользоваться каждый день. Можно сэкономить на SPF креме и SPF крем не покупать. Поэтому, как говорится, цену можно обрезать либо разделить на два. Так, девочки, на этом я буду с вами прощаться. Надеюсь, что вам это видео понравилось. Надеюсь, что оно было полезным, информативным. Естественно, жду все ваши комментарии внизу. Какие ваши любимые тональные средства BB крема на лет? Либо вообще вы, возможно, ничем не любите пользоваться. Это просто прекрасно. Кожу тоже нужно давать дышать. На этом точно все. Огромное спасибо за просмотр. Очень скоро увидимся уже в новом видео. И всем пока-пока. До новых встреч.